Горожан попросили отказаться от самоуправства. Власти города возмутили последние случаи нападения на бездомных собак. От человеческого зверства часто страдают и невиновные. А интернет-сообщество уже разделилось на два лагеря. Сторонников истребления и охотников за этими сторонниками. Юлия Асташова собирала мнение. Этой малышке по кличке Принцесса Настя заменила маму. С тех пор, как нашла щенка возле бездыханного тела родительницы. Девушка уверена, смерть собаки была насильственной. Ее травили. Она лежала на снегу. То есть никаких там ни администрельных, ничего такого не было. Ну как, она просто так сама не умерла. Потому что года три ей было по виду. Бездомный пес, уверена девушка, стал жертвой докхантеров – истребителей бродячих животных. Такие сообщества стали пыляться около года назад, когда был введен официальный запрет на отстрел таких собак. На неделе, наверное, случаев, ну практически каждый день звонят люди и говорят, что там и собака с признаками отравления, там собака с признаками отравления. Чаще всего докхантеры действуют так – оставляют ядовитые лакомства там, где обитают стаи бездомных животных. В интернете они обмениваются рецептами отравы и защеренными способами уничтожения псов. Охотник за их головами Александр себя, впрочем, живодером не считает. Говорит, с волками жить – поволчевыть. Все говорят о гуманности. Какая может быть гуманность, если собаки бродячие ходят стаями? Вчера у меня чудочку не загрызли, а позавчера на меня не напали. Их всех надо, не знаю, что с ними делать, ничего не делается с ними. Надо всех стрелять, отстреливать. Радикальные методы борьбы, говорят в администрации Екатеринбурга, ни к чему. Судьбу бродячих собак в Екатеринбурге уже несколько лет определяют по-человечески. Если они злобны, если они больны, их делают эвтаназию, то есть, как говорится, безболезненно и так далее. А если собачки, в основном, это собачки хорошие, то есть щенята, то они в пункты передержки. Дальше мы их пристраиваем к новым хозяинам после чипирования и обесплаживания. А вот докхантерам их деятельность может выйти боком. За шутокое обращение с животными их могут даже посадить. Впрочем, такие охотники уже сами стали объектами охоты. Защитники зверей тоже разыскивают виновных в убийстве бездомных собак. Из зоны риска уже не только бродяжки, но и домашние собаки. Зоозащитники опасаются, что жертвами докхантеров смогут стать и простые домашние питомцы. Тем более, что такие случаи уже были. К примеру, если пёс случайно на прогулке съедал отравленный фарш. И таких случаев за последние годы несколько десятков. Юлия Сташова, Геннадий Бахарев, Новости 41-го канала.